В центре города, в зарослях, кроется муниципальный барак. У его жителей нет воды, отопления, туалета, а только управляющая компания, которая, по словам пенсионерки Людмилы Михайловны, ничего не делает. Хорошее подтверждение ее словам. Лежит на крыше. Это дерево упало полгода назад. Женщина просила коммунальщиков его убрать, но те отказали, сказав, что рабочие боятся залезать на крышу. Дерево плотно накрыло строение. Ворота, стены, крыша поросли травой. Открывая калитку, попадаешь в прошлое. Дом возведен три века назад, минули столетия, но ничего не изменилось. Только стены потрескались, крыша просела, оконная рама прогнила. Десять лет назад строение признали аварийным. Воду Людмила Михайловна набирает из колонки за углом, а мусор выбрасывает, куда найдет. Контейнеров нет. Пенсионерка уверена, в Укарем жилхоз не знают, в каких условиях находятся собственники. Они тут были. Они считают, что дом 10-й. Они думают, что там и вода есть, и туалет есть, а у нас нет ничего. Они его сюда пришили, и ладно, под квартирами. Раньше он вообще под литером «Б» был. У этих есть, это только наш дом такой, сирота. А у этих все есть, у них вода и туалет. Они считают, что это один и тот же дом. Внутри удобств для проживания меньше, чем на улице. Нет проблем только с теплом. Женщина отапливает двухкомнатную квартиру печью. В руках ее внука целая кипа отписок и обещаний. Он обращался в правительство региона, спрашивал, когда расселят дом. И жаловался на управляющую компанию, которая якобы не выполняет свою работу. Два раза подавал документы на то, чтобы мне выдали выполненные работы с 2015 года по 2017. Один раз выдали, но выдали за год. Работы совершенно дикие. Уборка снега, ремонт крыши, мытье полов, подвалов, лестниц, еще чего-то. Чего нет здесь в принципе. Аварийные строения невыгодны для обслуживания. Поддерживать их сохранности – дело убыточное. Поэтому Укарим Желхоз выполняет лишь плановую работу. Уборку павших деревьев в договоре не прописано. Но руководство фирмы готово ликвидировать последствия ЧП. Когда четко, четко выполняешь работу, когда там все им делаешь, правильно, там тебе спасибо никто не скажет. А вот, видишь, за это дерево и то, это дерево из-за их сараев, которые сносили. Вот кто сносил сарай, оно дерево такое сухое было, оно повалило. Ну, если там дерево лежит, ну, значит, мы сейчас попилим. Сейчас просто вот этот период такой натопительный. Просто у нас ни одной жалобы по этому дереву вообще не появилось. С управляющей компанией все-таки придется искать компромисс. До тех пор, пока дом не расселят. Что, возможно, скоро случится? На одном из заседаний комитетов Совета Федерации министр строительства и ЖКХ региона Элеонора Шевченко подняла вопрос о переселении граждан из ветхого и аварийного жилья. По результатам обсуждения решено продлить программу в Тульской области. В старом реестре дом номер 10 на Денисовском переулке числился. Значит, попадание в обновленный список – лишь вопрос времени. Людмила Михайловна уверена, что дождется момента переселения, как и того, что УКА наконец уберет упавшее дерево. Илья Логинов, Игорь Щепотев.